Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. В последнее время мы рассматривали автомобили, которые активно завозят из-за рубежа. А сегодня давайте рассмотрим автомобиль, который не нужно растамаживать. Стоит ли внимание Lada Vesta? Давайте разбираться! Эта машина появилась в 2015 году, а в 2017 году появился универсал SV и кросс-версии с 17-дюймовыми дисками и увеличенным клиренсом. Веста вам — это не «Поло» и «Солярис». Эта машина больше и вместительнее. А вот как обстоят дела у нее с надежностью по сравнению с немецкими и корейскими бюджетниками? Вот сейчас как раз таки мы будем в этом разбираться. В первые годы выпуска Vesta допиливали от врожденных проблем, которые на самом деле не были такими уже и глобальными. Ну, оторвется антенна, ну, застучит суппорт, ну, запотеют повторители и так далее. По мелочи гораздо больше доработок придумали энтузиасты. Так как Vesta продавалась в огромных количествах, так и спрос на ее улучшайзинг был огромен. И поэтому местные компании делали для этих автомобилей рули, детали подвески, передние фары, задние фонари, ну и так далее. В общем, все, что не доделал АвтоВАЗ, доделывали владельцы этих машин. Vesta, как и многие другие автомобили на вторичном рынке, становятся жертвами скручивания пробега. Реальный пробег этого автомобиля можно узнать с помощью сканера ELM версии 1.5. Его можно заказать из Китая за 10 баксов, плюс установить прилагу на свой смартфон OpenDiac. Она тоже стоит символически. И в меню «Сервисные записи» вы можете узнать реальный пробег Lada Vesta. Он будет из ЭБУ. Обычно скручивает пробег из памяти панели приборов. В норме пробег на панели приборов и в ЭБУ может отличаться на пару тысяч километров, но не на десятки и сотни тысяч. Отметим, что серьезная разница в пробегах, в том числе и в большую сторону, бывает, если в автомобиле меняли ЭБУ. У Lada Vesta протирается краска в тех местах, которым прижимается передняя часть дверных ручек. Это, казалось бы, совсем незначительный дефект, но именно в этих местах со временем начинает развиваться коррозия. Если эта проблема беспокоит, то есть вариант с переустановкой и приклеиванием уплотнительного пластика с дверной ручки на дверь. После этого трение между пластиком и металлом прекращается. Песчинки не будут сюда попадать и протирать краску на металле. Такую операцию стоит сделать на всех боковых дверях. Еще краска на дверях протирается под воздействием дверных карт. Причем пластик дверной протирает краску в большинстве случаев по нижнему краю. Здесь краска бывает протерта до металла и уже появилась вздутая коррозия. На двери багажника краска протирается под ручкой-молдингом. Это происходит не быстро, но вспучивание краски появляется и здесь. На универсале краска протирается под спойлером задней двери, но спойлер очень хорошо скрывает эти места. В общем, если взять постучать по спойлеру, либо вот так вот подвигать и будет люфт, значит краска там уже протерлась. Эти места необходимо защитить бронепленкой, либо же лентами-антискрипами, либо же вообще чем угодно. И еще краску под номером тоже стоит защитить, потому что она там царапается. Иногда под воздействием песка протирается краска и антигравийный слой вот здесь вот на этих сапожках между задней дверью и задним колесом. Передний край панели крыши оголяется до металла из-за бомбардировки камешками. В общем, вот в этот паз между стеклом и панелью крыши надо уложить защитную резинку. Еще краска вспучивается на изнанке капота, а именно спереди, возле технологических отверстий, которые находятся возле проушины замка капота. Также краска еще вспучивается и образуется коррозия в местах крепления петель к капоту. Неприятная коррозия образуется на стаканах передних амортизаторов. Хоть все стыки стаканов и брызговиков промазаны герметиком, ржавчина частенько образуется под ним, его же и поднимая. А вообще все стыки края и кромки кузовных лонжеронов под капотом очень часто покрыты рыжим налетом, особенно на самых пробежавших Vesta. С середины 2019 года Lada Vesta сходила с конвейера с неубедительными ограничителями дверей. Суть в том, что эти ограничители плохо фиксировали дверь в открытом положении. В общем, потом начали устанавливать новые. То есть, если у вас старые ограничители, то рекомендуем вам установить новые. Цена их варьируется от $15 до $35. Есть у Vesta неявная проблема, которая связана с подмерзанием концевиков дверей. У многих Vesta вот эти вот концевики подмерзают, но владельцы узнают об этом, когда оставят ключ в салоне и захлопнут дверь. В норме при таком сценарии машина не должна запереть центральный замок, так как дверь была открыта. Но если замерзший концевик не поддал сигнал ВБУ об открытии двери, то машина закроется. В общем, для решения этой проблемы АвтоВАЗ предложил улучшенные пыльники концевиков. Если старые пыльники дубели, пропускали влагу и замерзали, то новые более эластичные. И, кстати, если в салоне моргает свет, то это, скорее всего, есть проблема в концевике капота. Весты первых лет выпуска, скажем так, первых четырех страдали от появления царапин на боковых стеклах. А связано это было с тем, что на бархатный уплотнитель попадают песчинки. В общем, тут ситуация зависит от того, как интенсивно он туда попадает и как часто машина моется. На автомобилях последних лет что-то сделали с этим уплотнителем, и ситуация улучшилась. Одна из шестилитровый двигатель для Lada Vesta оказался менее проблемным и более простым в обслуживании. У него даже есть гидрокомпенсаторы. Этот двигатель не склонен к жору масла. Да, он может зашуршать поршнями на холодную до прогрева до рабочей температуры. И еще у этого двигателя в первые два года выпуска рвался ремень ГРМ. И поэтому в 2018 году его оснастили безвтыковыми поршнями. В общем, в этом случае, если ремень ГРМ порвется, то поршни не ударят по клапанам. При эксплуатации нужно поглядывать за подтеканиями масла из-под клапанной крышки. Не стоит экономить на свечах зажигания, чтобы не потратиться на замену катушек. Еще обращайте внимание на патрубок, который соединяет резонатор впускного тракта с воздушным фильтром. Этот патрубок может потерять свою нижнюю половину. Пока этого не произошло, прихватите этот патрубок пластиковыми стяжками. А если хотите менять воздушный фильтр самостоятельно, то учтите, что для этого мотора есть два варианта. Если короб фильтра вот с такой вот выемкой, ну как полка, то сюда подойдет скошенный фильтр, то есть со скосым углом. А если здесь выемки нет, то тогда фильтр должен быть прямоугольной формы. Следующий двигатель объемом 1.8. Он более хлопотный, дружит только с механической трансмиссией, оснащен втыковыми поршнями, и поэтому обрыв ремня ГРМ будет иметь катастрофические последствия. И еще двигатель 1.8 очень склонен к жору масла. То есть расход пол-литра масла на тысячу километров для него это норма. В общем, доливка пятилитровой канистры масла на пробег 10 тысяч километров. Ну это как бы норма для владельцев Lada Vesta с этим мотором. Вроде бы этот двигатель удалось вылечить от жора масла осенью 2021 года. И для этого пришлось поменять много деталей в ГБЦ. То есть клапаны, сальники клапанов, направляющие втулки новые. Ну да еще поршни мале не по размеру этому двигателю. То есть куда ни посмотри, доверие двигатель 1.8 не вызывает. В октябре 2019 года на Lada Vesta начали устанавливать японский двигатель Nissan 1.6. Правда, только с вариатором в паре. В общем, это хороший и гармоничный двигатель, но со своими особенностями. Например, не стоит доверять замену свечей зажигания абы кому, потому что можно насыпать мусора в цилиндры, а также довести ГБЦ до растрескивания, если пережать свечи. Этот двигатель оснащен цепным приводом ГРМ, но гидрокомпенсаторов в нем нет, и поэтому тепловые зазоры надо регулировать каждые 80 000 км. В общем, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Обязательно посмотрите, там много всего интересного. Ну, а сейчас мы ненадолго перенесемся в студию, где мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно все о БУ-запчастях. Итак, давайте представим ситуацию. Вы разобрали мотор, ну или вам его разобрали. И, естественно, он весь грязный. Грязным он может быть как снаружи, так и внутри. Что делать? Берем лавр – пенный очиститель деталей. Профессиональное средство для быстрого удаления сложных загрязнений с деталей двигателей и промышленного оборудования. Наносим обильно, чтобы не осталось ни одного грязного пятна. Ждем пару минут, а затем все это промываем водой и протираем тряпкой. Итог – чисто, чисто, чисто. И все это благодаря проникающей пене и инновационной формуле. Кстати, попробуйте еще вот этот концентрат. Он тоже хорош. Лавр, 25 лет на рынке. Все ссылочки и подробности я оставил в описании. Lada Vesta с моторами 1.6 оснащается пятиступенчатой МКПП. Это трансмиссия Void. Особенно это слышно на первый, второй, третий передатчик под сброс газа. Это ее особенность, связанная с качеством зубчатого соединения шестерен и с обработкой шестерен. Замечено, что хорошее трансмиссионное масло 75V90, залитое сверхнормой, снижает шум. Масло сверхнормы можно залить через датчик заднего хода. Также у этой трансмиссии бывают проблемы при включении задней передачи и частенько она потеет маслом по прокладке ее корпуса. Парисадная 8-литровым мотором идет французская МКПП JR5. Эта трансмиссия тоже Void, тоже может подкинуть проблемы с плавностью переключения передач. Но меняйте в ней масло трансмиссионное каждые 50 тысяч километров и проблем не будет. Lada Vesta с мотором 1.6 еще оснащалась роботизированной трансмиссией. Эта трансмиссия построена на базе ВАЗовской КПП с актуаторами от ZF. Она недорогая в обслуживании, но достаточно хлопотная и нерасторопная в работе. Дело в том, что ее неоднократно перепрошивали. То есть, обновляли программное обеспечение, чтобы убрать шероховатости в ее работе и даже добавить новых функций. Дело дошло до прошивки 3.3. Эта трансмиссия требует смазки актуатора сцепления раз в 50 тысяч километров. Если этого не сделать, актуатор заскрипит, а может даже заклинить. Если работа роботизированной трансмиссии нарушается, то тогда двигатель не запустится и придется эвакуироваться на СТО. Также периодически раз в 25 тысяч километров стоит проводить адаптацию сцепления. Адаптация сцепления производится программно с помощью сканера. Можно тот же китайский ELM и соответствующий софт. Также на специализированных СТО надо механически регулировать сцепление. Это поможет избавиться от рывков при переключении передач, а также продлить жизнь сцеплению. Не стоит увлекаться процедурой адаптации просто так, потому что если по каким-то причинам адаптация не пройдет, то тогда мотор не запустится, то есть актуатор не увидит точек соприкосновения сцепления. Иногда робот перестает работать из-за поломки опоры вилки сцепления. Кстати, для этой трансмиссии AMT комплекс сцепления стоит 130 долларов. Его надо обязательно устанавливать на специализированных СТО, которые правильно отрегулируют его механизм. Вариатору Vesta тоже встречается, но только с двигателем Nissan. Беступенчатая трансмиссия Jatka GF015E досталась Lada Vesta в основательно доработанном варианте, и поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит. Правда, у этого вариатора очень дорогие расходники. 4-литровая канистра масла Nissan NS3 стоит 90 долларов. В общем, за одно ТО с работой и расходниками придется отдать примерно 250 долларов. Если менять в этой трансмиссии масло и фильтр каждые 50 тысяч километров, то она пройдет без проблем 200 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Те, кто еще не подписался на наш ТикТок, обязательно подпишитесь. Ссылочка будет в описании. Там реально очень много технической инфы и просто отпадный автостронговский юмор. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Иногда на Вестах шумом и вибрацией начинает работать вентилятор системы климатизации салона. А начинает он так работать из-за того, что на лопасти вентилятора попадают листва и мусор. На патрубок, который подводит воздух к вентилятору, надо обязательно установить решетку либо фильтр, чтобы мусор и листва не летело к вентилятору. Патрубок для забора воздуха в салон находится под жабо. И чтобы поставить на него защиту от попадания мусора в вентилятор, надо снимать поводки дворников и весь пластик под лобовым стеклом. Трапецию дворников для Lada Vesta разработала компания Bosch. И у этой трапеции есть такая особенность, что при опускании дворников в нижнее положение, то есть поводков, они на полсантиметра подскакивали вверх. Для начала это казалось нормой, но потом эта особенность начала бесить хозяев Vesta. Выяснилось, что эту трапецию не совсем правильно устанавливали на конвейере. Чтобы побороть подскок, нужно добиться такого положения тяг трапеций, чтобы в стартовом положении они располагались вдоль одной линии. Для этого нужно просто изменить положение рычага привода тяг относительно моторчика. Грубо говоря, снять его со шлицов и поставить правильно. Это не сложная процедура, в интернете есть много видеоинструкций. Правая опора двигателя по мере износа сначала начинает скрипеть, а потом дребезжать и стучать. Такое ощущение, что звуки доносятся из подвески, но подвеска здесь скорее всего ни при чем. Поэтому надо взять фонарик и основательно осмотреть эту опору. Вы легко найдете в ней источник скрипа, резиновый демпфер оставляет следы натирания внутри на металлической обойме опоры или просто хорошенько потрясите двигатель. На замену изношенной опоре придумали усиленные аналоги или восстановленный оригинал, то есть вместо резинового покрытия полиуретановое. В общем, не стоит эксплуатировать автомобиль с изношенными опорами, потому что лопнет гофроглушителя и износится опора КПП. Сейчас мы рассказали про правую опору двигателя с двигателем 1.6, но есть еще и нижняя опора двигателя. Так вот, на автомобилях с МКПП она слабенькая, ее демпфер мягкий и быстро изнашивается, то есть рвется. Появляются толчки при трогании, ну такие, как, например, при проблеме со сцеплениями, но дело-то вот в этой вот косточке. Поклонники Vest советуют менять вот эту вот косточку оригинальную на более жесткий аналог. Также подойдет вот эта запчасть от Lada Vesta Sport, а также подойдут заменители от местных производителей. Еще раз обратим внимание на гофру глушителя. Она рвется, когда вот эта нижняя опора позволяет раскачиваться силовому агрегату. Штатная гофра очень короткая, и поэтому быстро рвется. Владельцы устанавливают удлиненную. Так вот, длину гофры надо выбирать, чтобы ее задний край касался вот этих подвесов глушителя. Еще на глушителе Vesta намертво корродируют болты и гайки на соединении его частей, поэтому при любом удобном случае их надо заменить на коррозиостойкие. Примерно до 2019 года на Lada Vesta устанавливали стабилизатор поперечной устойчивости, который начинал скрипеть при проезде неровностей. Так вот, скрип появлялся еще в первый месяц эксплуатации на некоторых машинах, а характер скрипа менялся в зависимости от погодных условий. В общем, чтобы устранить скрип, нужно поменять втулки. Стабилизаторы лучше всего подойдут от Toyota Aventis, а также оригинал за 6 долларов и заменители. Ориентировочно в 2019 году Vesta получила новые стабилизаторы поперечной устойчивости с привулканизированными к нему втулками. Стойки стабилизатора тоже оказались не шибко долговечными. Примерно ходят по 40 тысяч километров, оригинал стоит 15 долларов, заменители втрое дешевле. Задние ступичные подшипники на Vesta с 17-дюймовыми колесами и, соответственно, с дисковыми тормозами начинали гудеть уже при пробеге в 50 тысяч километров, чаще просились на замену при пробеге 80-100 тысяч километров. Задние ступичные подшипники подходят от многочисленных Renault, например, от Первой Лагуны, от Первого Логана и других. Оригинальный ступичный подшипник на Vesta стоит 50 долларов. В нашем случае тормоза барабанные. Преждевременный, кстати, износ ступичных подшипников происходит на фоне подклинивающих суппортов, то есть, когда колодки постоянно трут о диск, нагревая диск и его подшипник. Поэтому обслуживайте тормозные суппорты раз в два года либо чаще. Vesta с задними барабанными тормозами, как в нашем случае, могут подвывать на ходу. И это происходит из-за того, что тормозной механизм подклинивает, то есть колодки начинают просто банально скрести по барабанам. Обслуживание этих механизмов, то есть чистка, смазывание помогают решить этот вопрос. В остальном подвеска Vesta надежная и неприхотливая. Есть возможность поменять шумные штатные амортизаторы на более тихие оригинальные. Также для рычагов передней подвески продаются отдельно шаровые по 20 долларов, отдельно продаются сайлентблоки, а опорные подшипники амортизационных стоек стоят по 25 долларов. Шрусы, служат долго и обращают на себя внимание только когда на них заржавеют или лопнут кольца ABS. Кстати, в продаже есть много предложений по неоригинальным кольцам ABS. В задней подвеске с торсионной балкой два сайлентблока в точках крепления к кузову, каждый по 20 долларов. В общем, стоимость запчастей привлекательная, а заменителей и улучшений различных предостаточно. По большому счету Vesta не разваливается. Да, стоит уделить внимание антикоррозийной обработке и доверять только лишь мотором объемом 1.6. Если что-то вам вести не нравится, то существует много решений для той или иной незначительной проблемы этой машины. В общем, если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, если будет компания «АвтоСтронг».